Друзья, приглашаю вас перейти и подписаться на канал Голодного на Кухне. На его канале вы сможете найти прохождение такой культовой игры, как Silent Hill 2, Silent Hill 3, а также прохождение Dark Souls 3. Ссылочку на канал я оставляю в описании под видео, советую перейти и подписаться. Привет всем, с вами Диоданц, сегодня я вам расскажу о очень крутой модификации для Rim Total War под названием Zombie Mod. Это действительно достойная модификация, которая добавляет в игру большое количество разнообразных зомбаков. Более того, здесь есть глобальная кампания, в которой вы можете играть как за зомбаков, так и против них. Но ту версию, которую я скачивал, самая последняя версия, в ней был небольшой косячок, из-за которого мне пришлось потратить порядка двух часов, чтобы найти способ его устранения. Поэтому, ребята, обязательно посмотрите конец видео, в котором я вам расскажу, как эту модификацию вообще установить. Потому что в противном случае ваши нервы будут расшатаны так же, как мои, потому что мне пришлось очень и очень долго плясать с бубном вокруг этой игры для того, чтобы ее запустить. Но, к черту слова, есть в игре, как я уже говорил, глобальная кампания. Правда, у меня с ней опять-таки остался небольшой косяк. Уже, знаете, нет времени его устранять. В общем-то, можно здесь поиграть за товарища зомбаков. Однако, у вас должен появиться слева советник, нажав на которого, у вас непосредственно начнется работа скрипта зомбаков. Для того, чтобы вы и ваше государство могло нормально функционировать. То есть, мы с вами появляемся, у нас есть несколько армий, которые, по сути, знаете, напоминают как орды. И мы можем спокойненько перемещаться и просто нападать на противников, грабить, убивать, распространять инфекцию. Это именно основная задача, которая стоит перед нами. Поэтому с компанией вы сможете ознакомиться сами. Сейчас же я вам покажу, как выглядят вообще эти зомби-бойцы, что они из себя представляют, почему они такие крутые. Давайте мы с вами установим количество денег на 15 тысяч. Также, ребята, что самое важное, обратите внимание на качественное выполнение вообще самой менюшки. На качественную перерисовку всех основных, соответственно, значков фракций. Это мне прям очень сильно понравилось. То есть, такое ощущение, как будто ты играешь не в какую-то там древнюю игру времен нулевых, а что это действительно современный такой аналог. Далее, мы с вами выбираем зомбаков. Я тут уже подготовил определенные пресеты. Все-таки, периодически у меня игра вылетает, когда я там какие-то, видимо, войско выбираю неправильно. И поэтому мы с вами отправляемся в бой против самой настоящей спартанской армии. К слову, зомбаки здесь ведут себя, ну, как самые настоящие нормальные зомбаки. То есть, они тупые, не стоит ожидать, что вам получится выполнять здесь какие-то тактические изыски. То есть, даже расставить войско здесь довольно проблематичные. Формации у них сейчас выглядят просто, как, знаете, у самой обычной толпы крестьян времен Первого Рима. Соответственно, против нас сейчас сражается спартанская армия, которая, ну, конечно, не самая идеальная. Тем не менее, более подготовлена она выглядит, чем мы. Но зомби, ребятки, мы с вами можем посмотреть на текстурки, на то, как вообще это выглядит. То есть, представьте, на вас несется такая толпа зомбаков. Да, они чуть-чуть замедлены по сравнению там с обычными войсками. Просто все окровавлены. Здесь реально создается ощущение того, что это армия мертвецов. Армия мертвецов абсолютно разношерстная. Армия, которая, можно сказать, восстала из ада в прямом и в переносном смысле. И теперь они движимы только вот единственной целью, это как можно больше мозгов сожрать. Как можно больше противников просто взять и убить. Поэтому, соответственно, наши зомбаки просто прямой наводкой, что называется, топают против спартанцев. И уже можно заметить... Опа! Я бы на месте спартанцев просто бежал. Потому что сейчас вам, ребята, откроется еще одна фишка, которая раскрывает именно зомби по полной. Да, как бы противники сейчас по нам отрабатывают конкретно анаграми. Пытаются они нас тут остановить. Однако толпу зомби, на мой взгляд, ничто вообще не способно остановить. И да, ребята, как только зомби вступают в бой, у них включается режим персеркер. То есть контролировать все это войско у вас не получится. Поэтому, не знаю, есть ли смысл вообще играть компанию за зомбаков. Ибо вся ваша тактика сведется к тому, что вы просто вбегаете. Ваши зомби вступают в ярость и действительно начинают мочить абсолютно все, что движется. Более интересно еще, когда зомби нападают на один отряд, полностью его съедают. И вроде бы как они должны оставаться на месте, однако они моментально просто переходят к следующему отряду. То есть этим ребяткам фактически неведом страх. Эти ребята просто икут и начинают убивать все, что движется. Далее, слоны уже забоялись. Спартанцы тут, конечно же, пытаются обычными своими войсками, обычными каплитами вступить против нас в бой. Но зомбаки, просто мы видим, какое у нас тотальное численное доминирование, численное преимущество. И зомбаки просто начинают крушить все, что здесь есть. Мы обязательно с вами сейчас еще попробуем сыграть против зомбаков каким-нибудь элитным отрядом. Мы должны посмотреть, вообще возможно ли их полностью перебить. Однако сейчас мы замечаем, что спартанцы только вот единая стройка плитов еще хоть что-то способен сделать. Однако посмотрите, тут даже есть воткнутый меч и воткнутая каплона непосредственно наших бойцов. То есть это определяет разнообразие юнитов, которые у нас тут есть. И спартанцы вроде как пытаются прорваться, но тем не менее, очень и очень тяжело. Постепенно они несут потери, кто-то уже начинает дрожать. Но вы представляете, какая сейчас вакханалия творится. И даже пикинеры с опущенными своими пиками еле-еле сдерживают натиск зомбаков. Там еще сзади что-то пытается предпринять кавалерия, но зомби, ну по-моему вообще по барабану, с фланга их атакуют, не с фланга, они просто берут и нападают. Вот уже новый отряд спартанских пикинеров начинает бежать. Постепенно, шаг за шагом, зомби расправляются абсолютно со всеми. Даже те, кто сзади там, что называется, морально поддерживают своих товарищей. Как по мне, тут самую лучшую работу делают, конечно же, анафия, которые просто берут, настреливают и выкашивают десятки буквально зомбаков. Ну что, продолжается бой. Мы с вами можем здесь выступать сугубо в роли, знаете, каких-нибудь там сторонних наблюдателей. Смотреть, как все это дело у нас происходит. Зомби-триарии, зомби все абсолютно находятся в состоянии берсеркеров. То есть они просто берут и съедают эти отряды и топают дальше. Заметили они то, что спартанские, самые лучшие спартанские гоплиты тоже такие, ну нахер, ребятки, мы побежали, наверное. Но зомбаков это, естественно, не остановит, поскольку они не ведают страха. Ну вот, спартанцы понимают, что надо все-таки вступить в бой. Давайте сейчас посмотрим. Бросаются спартанцы на толпу зомби. Но зомби что-то, видать, отвлеклись на кого-то другого. Почувствовали свежую кровь. Итак, спартанцы пользуются моментом, врываются в бой, прибивают просто нескольких зомбаков. И начинается у нас сражение непосредственно копейщиков против зомбаков. Сколько их сейчас? 63 спартанских героя, которые пытаются противостоять просто этой огромной толпе, которую мы видим, что шаг за шагом, постепенно, медленно, но верно приближается к противнику. И вот уже постепенно начинает еще окружать спартанцев. И спартанцы, конечно, молодцы, сражаются не очень браво, постепенно проходят внутрь строя зомбаков. Но вы понимаете, да, что тылы-то им никто не прикрывает, фланги тоже не прикрыты. И рано или поздно мы видим то ли нашего убили, то ли вражеского полководца. Пока что непонятно. Снова нам показывается моделька. Итак, героическая смерть. Уже вторичная смерть нашего полководца. И вот спартанцы ушли внутрь и совершенно забыли о том, что, а все, подкрепление-то не придет. И, по сути, вся эта толпа окружает постепенно этих бойцов. Вот уже занимают крупную оборону, вроде пытаются вырваться, и все-таки задрожали. Побежали наши спартанцы, забоялись. И она, Грэг, как бы пытается здесь хоть как-то, хоть какой-нибудь урон нанести. Ну и плюс, добавок, по всему стрелковые отряды. Но толпе зомби, толпа зомби, она, как говорится, ведется только к жаждой крови, к жаждой мести. И теперь от нее приступает к новым войскам противника. То есть, что мы с вами здесь можем заметить? Несмотря на то, что у нас, ну, довольно большие потери, все-таки ядро армии противника мы с вами смогли смести. Да и какая разница, если нас с вами просто огромнейшее количество, и начинаем постепенно догонять. И только всадники еще, у них есть шанс, ну, хоть какую-то удрать от этих. От этих безумных просто зомбаков. Королевские спартанцы тут тоже бегут параллельным курсом. Да-да-да. И наши зомби, соответственно, просто берут и уничтожают абсолютно всех. Потеряли мы с вами 651 зомбака. Такие потери, на мой взгляд, даже и неплохие для такой битвы. Поэтому давайте мы с вами сейчас, как поступим, выберем себе спартанцев. Против нас, соответственно, будут играть товарищи зомбаки. Возьмем себе тоже 15 тысяч. И по-по-по, хочу я себе вот прокачать полностью королевских спартанцев. Посмотреть, как же они будут сражаться. Как вариант, 300 спартанцев. 300 спартанцев непосредственно против там просто толп зомбаков. Давайте еще 5-й себе отряд возьмем. И, наконец-таки, армия зомби. Загружаем мы с вами вот этот вот пресет. Сейчас посмотрим, смогут ли наши бойцы держать верх над армией зомбаков. Погнали. К сожалению, у нас тут, видите, нет такой классической фаланги. Сугрого, вот обычный строй, то есть обычный копия. Хотя, на мой взгляд, фаланга, ну, могла бы неплохо сдерживать противника. И сейчас посмотрим, как действует искусственный интеллект против нас. Пойдет ли он против нас тут в атаку или нет. Так, зомби пока что думают. Вот как раз-таки тот самый чувачелло, которому воткнули и гладиус, и вдобавок к всему еще копье. Ну, в общем, наши спартанцы потихонечку выдвигаются. Полностью прокачаны. То есть вы видите элитные золотое бандирование, золотое оружие и золотой опыт у них. Самые крутые спартанцы против зомбаков. Однако вы понимаете, что против нас сражается порядка двух тысяч уже не людей. Что-то они там ходят, гуляют, какой-то движим и коллективным разумом. Что-то у них там что-то есть. Ну, пока что он на нас не обращает внимания. Но мы уже, ребятки, с вами очень близко. И вот первые взоры устремляются на армию спартанцев. Постепенно мы с вами подходим. И пошли, пошли, пошло, поехали. Сейчас, ребятки, будет у нас, собственно говоря, царский врыв спартанцев. Ну, ребятки, побежали. Даем мы с вами марш. Интересно, вступят ли зомби под руководством искусственного интеллекта в режим берсеркеров. В общем-то, наши спартанцы пошли, да, и автоматически происходят в режим берсерка. Отлично, нам даже удалось заколоть вражеского полководца. Ну, в общем, сейчас посмотрим мы с вами. Так, зомби начинают суетиться. Зомби понимают, что чувствуют они кровь. Наши спартанцы, соответственно, устреляются прямиком в центр строя зомбаков. Пытаются тут их разбить, расчленить хотя бы на две части. Но вот постепенно, шаг за шагом, сейчас мы с вами будем наблюдать, как наши спартанцы должны методично вырубать и убивать зомбаков. Однако мы понимаем, что зомби гораздо больше, и в скором времени нас тут, видите, еще сзади из фланга попытаются обойти, но пока что этого не произошло. То есть таким, такой подковкой мы с вами постепенно топаем. У нас очень плотный строй, все, по сути, друг друга защищают, все друг друга помогают и все друг друга прикрывают. На мой взгляд, надо бы еще, знаете, какой-нибудь отряд здесь оставить с тыла, для того, чтобы он чисто прикрывал нас от возможного окружения. Но пока что зомбаки вроде как не особо активно действуют. Видим, что по краям нашей обороны, соответственно, появляется огромнейшее количество крупов зомби, и вот этот ударный клинт спартанцев постепенно растекает и бьет все больше и больше зомбаков. Да, потери есть, там буквально несколько человек мы с вами потеряли, но вы, я думаю, понимаете, что круг сужается вокруг нас постепенно. И зомби уже начинают более плотно наседать на наши ряды. То есть, обратите внимание, тут спартанцы очень и очень плотно стоят. То есть, это самая настоящая мясорубка чувствуется. Задние ряды, они как бы подбирают передние для того, чтобы, ну, сохранить вот это давление. Вы понимаете, какая толпа нам противостоит, какая там масса вообще людей. Все друг друга давят, и просто все поле сейчас будет завалено трупами. Но спартанцы молодцы, очень долго это держатся, страхуют друг друга, прикрывают просто красавчики. Далее некоторые зомби-отряды тут решили вообще отойти. Но вот мы с вами уже фактически окружены. По сути, чувствуется вот это плечо товарища. Чувствуется, чувствуется. Но, ребятки, стоим до конца. Уже чуть ли мы с вами не круговую оборону занимаем. Вот сейчас как раз так происходит, когда к нам подходит еще один отряд зомбаков. Но спартанцы, черт подери, берут и доминируют. Посмотрите, просто повсюду куча-куча трупов. Единственный шанс истребить этих зомбаков, это... Это только тотальное уничтожение, убийство всего. Вот, эти ребятки не побегут с поля боя. Только если мы с вами уничтожим слутор всех этих противников, только тогда у нас что-нибудь с вами получится. Да, и спартанцы отдержали победу. Вы посмотрите, что у нас тут происходит. Фрост все завалено трупешниками. Молодцы. В общем, такая вот, друзья мои, модификация. Советую вам ее скачать. 2200 зомбаков было нашпиговано этими спартанцами. Ссылочки я оставляю в своей группе ВКонтакте. Некоторые бугуртят, почему я оставляю ссылки в своей группе. Ребят, потому что, дабы не было никаких проблем с Ютубом, потому что иногда там бывает докапывается, если там что-то такое скачиваешь, ты мог жалобу влепить на видео, и, в общем-то, это все не очень хорошо закончится. Теперь по поводу того, друзья мои, как установить данную модификацию. Я вам покажу способ установки на стимовскую версию. То есть, во-первых, вам надо будет скачать два этих самых... Сейчас, секундочку. Два файла. Это зомби-мод, который паблик-бета, и зомби-мод пре-бета. Два файла, которые вам необходимы. Вы просто берете и из паблик-беты вы экспортируете вот эти два... Вот эти две папки непосредственно в папку rom-totalwar-alexander, которая находится по адресу steam, steam-apps, common, далее rom-totalwar-alexander, и сюда вы ее импортируете. Вроде как тут я ничего не менял. И, правда, если вы попытаетесь запустить просто так все это добро, запускается через зомби-мод, соответственно, вам будет вынесено такое предложение, точнее, у вас появится такая ошибка, что не хватает определенного файла. И этот файл вы сможете найти здесь, вот в зомби-мод пре-бета вы заходите сюда, в папку data, в папку terrain, и здесь вот этот вот, вот эту папку battlefield, battlefield, я не знаю, как ее назвать, вы берете и скидываете в дату игры data, terrain, и здесь battlefield. Вы ее сюда копируете. Вместе с battlefield она должна быть. Потому что, если этого не будет сделано, то у вас при попытке выйти на поле сражения, у вас будет выдаваться вам ошибка. И, соответственно, вы не сможете поиграть просто-напросто битвы. Может быть, ребята, я тупой, может быть, я там косячил, может быть, я чего-то не знал, но я не нашел вот здесь, в частности, тоже в папке terrain, я не нашел этот battlefield. И в итоге мне пришлось просто перелопатить огромнейшее количество формов, всяких разных вещей, и только потом какой-то там паренек подсказал, что, оказывается, необходимо эту папку найти в пре-бете. И все. Далее еще, как вариант, вам придется взять и себе здесь в параметрах запуска установить такой вот параметр запуска. Я его тоже скопирую. В описании под видео вы сможете его найти, и тогда, по идее, у вас должно все заработать. Я надеюсь, что вам это поможет, потому что, ну, мне на это ушло большое количество времени, чтобы все это добро запустить. С вами был Диодант. Всем удачи, хорошего настроения, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok